Здравствуйте, люди добрые! Сегодня мы с вами поговорим о деле Соколаускаса. Рядовым внутренних войск, расстрелявшим в ночь 23 на 24 февраля 1987 года пятерых своих сослуживцев, а также начальника Карула, помощника начальника Карула и проводника поезда. Это дело мне очень напоминает дело Рамиля Шамсудинова, солдата-срочника, расстрелявшего десятерых своих сослуживцев 25 октября 2019 года. В результате этого расстрела было убито или скончались впоследствии 8 солдат и офицеров, а также были тяжело ранены двое солдат. В данном видео я буду опираться на довольно-таки популярный источник, статью из Википедии. Рядовой Артура Садольфович Соколаускас по национальности литовец в армию был призван в июне 1986 года. Его отец Адольфос Соколаускас работал токарем в мастерских НИИ, а мать Ольга заместителем начальника отдела стат. управления. Как показало расследование, сослуживцы Соколаускаса над ним постоянно издевались. Один из них многократно одевал Артурасу на голову миску с горячим супом и делал так называемый велосипед. Когда спящему солдату-срочнику засовывают спички промеж пальцев ноги, затем их поджигают, солдат просыпается от дикой боли и начинает инстинктивно быстро перебирать ногами. Садистам вот это движение напоминает движение велосипедиста, поэтому это издевательство получило в армии, ну и на зоне тоже название велосипед. Другой сослуживец Артураса Соколаускаса, исполнявший обязанности повара, добавлял Артурасу в еду постоянно большое количество соли, песок, часто просто лишал его пищи. Помощник начальника караула окунал его головой в унитаз, ставил в наряд на 10 часов, не давал спать, избивал, а однажды даже порвал ему ухо. Согласно материалам уголовного дела, за день до ожидаемого прибытия в Ленинград 23 февраля двое солдат, Джамалов и Манхуров, напали на Соколаускаса с целью изнасиловать. Они схватили его и, спустив форменные брюки, оголили его ягодицы. Манхуров насильно удерживал его, а Джамалов намеревался произвести непосредственно половой акт. У него это не получилось, у него произошло преждевременное семяизвержение. Сам Артурас Соколаускас в это время упал в обморок. Тогда Джамалов и Манхуров стали прижигать ему кожу горящими спичками. А когда он пришел в себя, пригрозили, что позже весь личный состав сквозного караула изнасилуют его и затем ушли. После их ухода Соколаускас снял кальсоны, испачканные спермой Джамалова, выбросил их в окно, вымылся, надел чистые кальсоны и форму. Затем он достал оружие и убил 8 человек. Подробное описание вы можете найти в статье Википедии, как это было. Затем он сжег свою форму в печке вагона и вышел на станции Бабаева. Следующие несколько дней он провел в городе, останавливаясь на ночь на посту разных людей. В одной из квартир, где его приютили, он похитил пуховик, кроличью шапку и брюки, чтобы переодеться. Затем он был задержан, через несколько дней при задержании сопротивления не оказал. После задержания Артура Соколауска сдал обширные показания, подробно описав издевательство, попытку изнасилования и сами убийства. По его словам, издевательства происходили на глазах у перевозимых осужденных. Многие из них подначивали военнослужащих к еще большей жестокостью. Чтобы проверить эти показания, следователям пришлось объехать множество исправительно-трудовых колоний, которые спецвагон во время этого рейса доставлял осужденных. Все осужденные, ехавшие в вагоне, были допрошены. Их показания подтверждали слова Соколаускаса и были занесены в материалы уголовного дела. Проводник Михаил Дашкиев был единственным, кто, согласно свидетельствам заключенных, не трогал Соколаускаса, предпочитая ни во что не вмешиваться. В ходе следствия у задерживанного стал развиваться реактивный психоз. Первое время он провел в матросской тишине, после чего было принято решение этапировать его в кресты. Однако, по неизвестным причинам, этапирование произошло лишь через месяц. И к тому времени, когда его привезли в Ленинград, его психики наблюдали сильные отклонения. В 1989 году его тестировал ряд опытных ленинградских психиатров. Ими он был признан Невменяевым. Но специалисты судебно-психиатрического института имени Сербского в Москве, кстати, Рамиль Шамсудинов был, проводилась экспертиза для Рамиля Шамсудинова, также в институте имени Сербского. Они признали Соколаускаса вполне здоровым. Затем судебно-психиатрическая экспертиза вынесла заключение, что в момент преступления Артурас находился в состоянии глубокого психологического кризиса с деформацией психики. А я вам напомню, что судебно-психиатрический институт имени Сербского недавно вынес решение, экспертизу, согласно которой Рамиль Шамсудинов является вменяемым. В 1990 году над Соколаускасом состоялся суд. Сам обвиняемый в зале суда не присутствовал, находясь в психиатрической клинике. Адвокат Соколаускаса Юстинос Александравичус заявил, что в матросской тишине его подзащитному насильно вводили сильнодействующие психотропные вещества, разрушающие психику. Якобы это был наиболее легкий вариант выхода из щекотливой для армейского руководства ситуации. Выставить Артуроса маньяком-убийцей с ярко выраженным нарушением психики. В итоге Соколаускас осужден не был. В отношении армейской части, в которой он служил, было вынесено частное определение. За время, пока дливость дела Соколаускаса, его родители, Адольфас и Ольга, стали инвалидами второй группы. 15 марта 1990 года было проведено повторное медицинское обследование Соколаускаса. В заключении было сказано, что у него выявлено непрерывно прогрессирующее хроническое психическое заболевание. Немногим более года спустя, когда Советский Союз распался и родина Соколаускаса, Литва, стала независимым государством, на кафедральной площади Вильнюса были собраны сотни тысяч подписей в его защиту. Спустя несколько лет безуспешного лечения Россия выдала Соколаускаса Литве. В течение последующих пяти лет он находился на принудительном лечении в литовской клинике. Первыми и единственными в 1987 году публикациями о Соколаускасе в прессе были размещены в ленинградских газетах милицейские ориентировки, где он был назван вооруженным и очень опасным преступником. Затем в течение года никаких упоминаний об этом деле в газетах не было. Первой нарушила молчание ленинградская молодежная газета «Смена». 13 апреля 1988 года там появилось интервью генерального прокурора Ленинградского военного округа Олега Гаврилюка, в котором интервьюер спрашивал о Соколаускасе и получил ответ «Труднее всего в армии нытикам, хамелеонам, бездельникам, маменькин сынкам». 29 июля 1988 года в Комсомольской правде появилась статья «Случаи в спецвагоне». Существуют разные версии того, что случилось затем в жизни Артура Соколаускаса. Под ним данным он сумел вернуться с психической, справиться с психической болезнью, социально адаптировался, сейчас живет с женой и детьми в Гайжунае. По другим сведениям он продолжает находиться в психиатрической лечебнице. Благодаря этому делу были сняты два художественных фильма. Первый фильм снял литовский режиссер Саулюс Бержинис, извините, если неправильно ставлю ударение, снял о Соколаускасе дополнительный фильм, документальный фильм «Кирпичный флаг». Второй фильм, ну есть такое мнение, что был снят фильм «Караул», как раз вот по мотивам этого знаменитого дела. Сам режиссер фильма Александр Рогожкин еще в 1989 году заявил о том, что это является, так скажем, вымыслом. И дело Соколаускаса, так скажем, не сподвигло его снять фильм «Караул». Друзья, вот анализируя оба эти дела, дело Рамиля Шамсудинова, дело Артура Соколаускаса, я прихожу к выводу, что они очень похожи, что от нас также скрывают правду, постоянно замалчивается дело, что до суда, сейчас во время суда, в суду присяжных заседателей не оглашается судебно-психиатрическая экспертиза. Сама судебно-психиатрическая экспертиза была проведена в институте имени Сербского, так же, как и у Артура Соколаускаса. Эту экспертизу проводил только психиатр, психолога не было. Некоторые из врачей, ну, откровенно издевались над Рамилем Шамсудинова, задавали ему провокационные вопросы, заявляли о том, что лучше бы он повесился, тогда бы этого дела не произошло, столько бы трупов не было и так далее. Вы знаете, самое главное, что можно сказать об этом деле, если бы мы с вами, друзья, не говорили об этом, то, скорее всего, это дело было бы замято. Рамиля Шамсудинова признали бы невменяемым маньяком-психопатом, и, скорее всего, он бы получил либо пожизненное лечение в одной из психиатрических больниц, либо просто пожизненное заключение в колонии для, ну, всяких маньяков, террористов и, ну, убийц, короче говоря. Друзья, сейчас у Рамиля Шамсудинова идет суд. Я призываю всех вас следить за этим неоднозначным делом. Погибло много людей, но еще больше людей может погибнуть, если в результате вот этого дела не будут сделаны правильные выводы, и виновники не понесут наказание. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу дела Артураса Соколаускаса, по делу Рамиля Шамсудинова. Ставьте лайки, этим вы можете поддержать мой канал, чтобы я и предпродолжал говорить о деле Рамиля Шамсудинова. Ну, либо дизлайк, это ваше право. До свидания, с вами был Олег Гурылов, ваш голос правды.